Олег меня зовут, а вас? Анатолий, в Германии Я понял, да Кого ищем в рулетке на океане? А какой ваш бэкграунд сити? А приехали из Казахстана или откуда в Германии? Пожалуйста, еще раз Какой ваш бэкграунд сити? Приехали откуда в Германию? Из Казахстана или из иной страны? Знаю, страна, в вашем понимании, какая страна? Не понял, еще раз Я из России, на вас их А, понял, понял Обычно в Германию же этнически немцы едут Они в Казахстане в основном Но я понял, что вы из России На какие темы беседуете в рулетке? На любые Ну, может, вопросы у вас такие интересные есть Под запись идете, кстати говоря Для канала, имейте в виду Я записываю Я записываю, я блогер Ну нет, ну просто надо предупреждать А то потом человек начинает говорить, что я против А запись прошла уже Да я вас заранее предупреждаю Есть вопросы у вас интересные, как и нет? Конечно есть Задавайте В каком смысле по имени? Я вам сейчас Да, я вам сейчас напишу Не блог, а канал тогда уж Хорошо Только можно поменьше Вот я вам написал русская часть названия Я вам написал русскую часть названия По ней в поиске Ютуба найдете Да, да, да Все понятно Денклуб Да Ты? Ну написано там, да Отписано, конечно Я же в очках Ну я тоже в очках Поэтому и видно Если в очках И без очков уже Расплывается Понятное дело Ну хорошо Задавайте ваши вопросы Вы говорите У вас были вопросы Да Но если я вам задал вопрос Вы на него никогда, к сожалению В жизни не ответите Ну так Откуда вы знаете? Я не все знаю И не стремлюсь Все знать Откуда вы знаете, что я не отвечу? Да никогда Жизнь не Ну Попробуйте Хорошо Всего лишь один Простой вопрос Как вы думаете Почему Этого человека Владимира Ильича Ульянова Ленина Севдоним Ленин Ну По основной версии Которая при коммунистах была Это Он так себя назвал Чесленского расстрела А это что был за расстрел такой? Ну Был бунт рабочих Он был подавлен С помощью вооруженной силы А вы говорите Не отвечу Он где происходил? Где происходил? На реке Лени В районе Порта Осетрова А где Ленин сидел? В Силке? В Шушенском И там протекала Река какая? Ну Я не знаю Там Крупный Нет Не было реки Именно В Шушенском Вы сейчас Вы сейчас Дорогой мы Собеседник Сами Ответили На вопрос Правильно Река Лена Ну Может быть Может быть Река Лена Я знаю На реке Лени Самый крупный порт Осетрова Он же город Усть-Кут Называется А станция Лена Это кстати Единственный город Единственное место В России Если вы В курсе Где порт Город И ЖД Станция Называется Разными терминами Три разных термина Соответственно Осетрова Усть-Кут И Лена Станция Это вот вам Для Так сказать Для информации Информации По географии Еще какие-нибудь Вопросы У вас Может есть Теперь вопрос Буквально Столица Голландии Гага Это вообще Неграмотный Это вообще Неграмотный Вопрос Столица Нидерландов А Голландия Это часть Нидерландов Которые Которые Ну это же самое Как Как UK Называют Британией Или даже Англией Это неграмотно Но это Общепринято Вернее Даже Общераспространено А не Общепринято Немножко Вас Немножко Поправлю Вы сейчас Сказали правильно Что сейчас В данный момент Когда мы С вами Общаемся Правительство Голландии Приняло Решение Что такое Название Голландия Больше Не существует Существует И должно Потом Называться Нидерланд Только Столица Нидерландов Не Гаага А Амстердам Ну Нет Официально Гаага Но Большая часть Правительственных Учреждений Находится В Амстердаме У них Разделены Функции Как ФРГ Было Столица Балабон Но там Была Меньшая Часть Маленький Город Бон Там Была Администрация Президента Там И Какие-то Еще Учреждения Но Большая Часть Государственных Функций Находилась Не в Боне То же Самое В Гааге Большая Часть Находится В Амстердаме Но Официальная Столица Гаага Можете Потом Кап Ну Ну Вы Вы же Германии Живете А не я Ну Я Так Предполагаю Порядка 18 Минус 2 Ну Я же Ваш Не спрашиваю Сколько Провинций В Канаде Например Или Вы Знаете Я же Не спрашиваю Сколько Регионов В Российской Федерации Ну Я знаю Сколько Регионов В Российской Федерации Сколько В Канаде Провинций Сколько Что Сколько Где Российской Федерации Регионов В России 89 Регионов Сейчас 90 Нет Сейчас 91 Даже Потому Что Два Региона Типа Прибавилось Как Вы Отставите На Данный Момент 85 Погуглите Потом Но Это Не Суть Важно Ладно Это Вот Вопросы Такие Они Не Очень Как Говорится Интересны Я Если Еще Как Эти Вось Да Есть У вас Какие Еще Интересные Вопросы Вопрос Еще Есть Очень Интересный Он Называется Под Названием Как Вас Зовут Я Вам Уже Представлялась Вначале Олег Меня Зовут Меня Извините Олег Память Ничего Страшного Я думаю Страшное Будет Потом 69 Желательно Поточнее Я версию Выдвинул Сок Лет Путину 69 По-моему Опять Минус Ну Я Я Я Вам Сначала Правильно Ответил 68 А В каком Ладно Когда Был заключен Брестский Мир Брестский Мир Да О Вы Что Это Это История Это Это Брестский Мир Это 1900 Да Правильно 1900 Я Не могу Су Ну Ну Вы Спрашиваете Какие-то Частые Вопросы Которые Никому Не Интересно Сок Лет Путину Например Какая Рай Сок Лет А Брестский Мир Это Веха Такая Негативная Веха В 20 Веке Для России Для Истории России И Такие Вещи Надо Знать Хотя Б Год 3 Марта 1918 Года Когда Ух ты Мне Мне нравится Цифра 3 Да 303 Да Знаю 2 2 сентября 45 года я же сейчас вам сказал буквально вам сделал подсказку мне нравится цифра 3 ну есть версия что третьего это час по российскому но новому веню якобы третье потому что папа потому что по японской потому что по японскому времени было третье число а по европейскому было второе и по московскому было второе и все ли и потому что чем-то ну да 9 мая по московскому 8 мая по по германскому по европейскому и по американскому тоже ну так раньше читали раньше читали в 2 сентября по московскому времени и то же самое по американскому времени а по японскому это третье сейчас почему-то новое вене в российской этой вот из и историографии хотят читать 3 почему-то но некоторые не все там учат дискуссии идет если на то пошло до нахожусь в канаде торонто а почему на дворе страшно но я вас про я я и я с вами согласен почему это да мне должно нервировать что вы не успокаиваете я не нервный наоборот я вам говорю что у меня нет основания для нервозности а вы я вас понял это такой троллинга а у меня скажите как раз уж приз про историю начали когда началась первая мировая война но вы же начали эту тему когда началось когда закончилась войны там 14 число ой начинается может быть какой день или ну хотя бы месяц его неправильно 1 августа такие вещи тоже надо знать ну хорошо папа посоревновались с вами в истории такое вот это самое что где когда конкретно еще у вас какие-нибудь и вот не не тестовые вопросы когда что началось а вот как какая-то концепция есть у вас которые можно который ходить обсудить или или спросить мою вашей личное отношение клюзо нейтральное кое-что ну знаю чё ж не знаете я знаю знаю что он не объясняет я что начал отвечать а вы начали писать такой как-то вот нелогично я не нужно помогать я знаю что что он премьер-министр если вы 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 мне как спросили конкретно его какое-то действие я вам мог значит вам сказать что это плюс или минус мне последнее время он не нравится сначала когда я все-таки голосовал за либералов когда они к власти приходили я был к нему позитивно настроен да только не все кроме кроме дентал то есть кроме зубов кроме косметических операций кроме операций по смене пола платные и физиотерапия платная и и физиотерапия платная а у вас германии медицина бесплатно образование бесплатно но медицина вся бесплатно или не вся в канаде вот не вся я вам перечислил имеется ввиду имеется ввиду любой стране вот россии вот в канаде вот в америке в германии существуют по медицине медицинские учреждения то есть понятно которая покрывается по которой покрывает страховка это все понятно у вас у вас стоматология платная ли бесплатная но поставить пломбу бесплатно а поставить колонку коронку платно да да потом но есть я поэтому и спрашиваю я поэтому я отвечаю но допустим еще сложнее о зубным протезом но понятно а у вас для всех бесплатная стоматология или только для тех кто имеет меньше определенного дохода бесплатная для пенсионеров а сколько у вас пенсии минимальная в германии вы вы не пенсионеры случайно нет но у вас 60 65 или 67 пенсионерный возраст понятно но нет мне тоже далеко у нас 65 хотели сделать 67 но вам не прошло как раз вот трюдо отменил это вот консерваторе хотела делать 56 отрюдо 67 отрюдо этот вопрос снял он оставил 65 но в этом отношении он позитивный я же не лишен плохой я вам сразу что какие-то действия позитивные какие-то негативные да 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 конечно конечно уравниловка у вас тоже уравниловка насколько я знаю да но это это логично уравниловка Это вот, мне не понравилась путинская поправка, когда бы он сделал 65 на 60. Надо было делать 63 на 62 хотя бы. Это было бы логично в России. Я так считаю. Немножко информации, Олег, извините, у вас недостаточная. Ну дайте недостаточную. Хорошо. Мужчины в 65, женщины в 63. Это было изначальный проект. А Путин внес поправку 65 на 60, если вы в курсе. Вот это у меня более новая информация. Это поправка менее логичная. Эти поправки, это имеется в виду, Олег, представите меня правильно. Эту поправку сперва кто-то должны утвердить? Естественно, да. Я не знаю, по-моему, уже утвердили, но может и нет. Но он внес законодательную инициативу 65 на 60. А изначально проект был 65 на 63. Потом погуглите и узнаете. Это более логично. То есть главное снижение этого лага, который совершенно нелогичен между женщинами и мужчинами. Там делка вышла. Да, да, да. Ну окей, ладно. Есть еще вопросы ко мне? Единственный вопрос. Как у вас второй? Да не жалуюсь. Нормально. Ну хорошо. Приятно было побеседовать. Заходите на канал. Приклик Торонто. Приклик Торонто. Ролик назову «Сибирский немец». Или «Немецкий сибиряк». Или «Немецкий сибиряк». Одно из двух. Как вам больше нравится? Я не знаю. На ваше усмотрение. Окей. Ладно. А за себя он был совсем неразговорный. Харков русский герой. Его сделал украинский молодой молодой член. Питаясь. Да что? Да. Украине, которую он создал. Какую-то экономическую поддержку. Приклик Торонто.